Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня мы рассмотрим тему, которая называется «Качество успешного менеджера». Качество успешного менеджера – эффективность принятия решений в организации во многом зависит от качества менеджера. Менеджером должен быть лидер, яркая личность и человек, который умеет командовать другими людьми, уметь брать на себя ответственность. Основой профессионализма менеджера является постоянное саморазвитие. Менеджеру важно уметь предвидеть будущее, искать новые резервы и возможности, не останавливаться над достигнутым и ставить перед коллективом новые задачи. Что делает менеджера по-настоящему успешным? На этот вопрос нет однозначного ответа. На мой взгляд, личность менеджера и его качество, энергетика напрямую влияют на успех. Рассмотрим некоторые качества первой лидерской задатки. Что это? Это качество считается совершенно необходимым для всех руководителей высшего звена. Раньше на первом месте стояли специальные знания, а теперь больше внимания обращаются на лидерские навыки, чем на технические. Второе качество. Стратегическое мышление и руководство. Часто упоминалось стратегическое предвидение, способность мыслить стратегически и глобально. Стратегическое мышление сравнительно новые требования для руководителя высшего звена. Интерес к этому качеству вспыхнул относительно недавно, последние десятилетия в 2000-2010 годах. Третье качество. Технические и технологические навыки. Среди наиболее востребованных качеств руководителя высшего звена упоминаются технические навыки. В особенности полная осведомленность в конкретной области, которые находятся в их компетентности. Например, в сфере права, финансов или информационных технологий. Особенно техническая и технологическая грамотность. Топ-менеджер должен понимать, какую роль в его организации играют технологии и как их применяют. Следующее качество. Умение выстраивать отношения и создавать команду. Лидер мирового уровня должен собрать команду, исключительно сильную и по лидерским качествам, и повести ее дальше. В одиночку никто не выигрывает. Современный руководитель должен ориентироваться не на свои интересы, а на развитие коллектива. Начальники не отсиживаются больше в кабинетах. Они должны стать командно ориентированными, постоянно работают, руководить без чинов, выдерживать напряжение, заботиться о подчиненных, чтобы они не выгорели. И все это с широкой улыбкой на лице. В общем, в открытом для всех офисе. Главные обязанности должно вести и развивать коллектив, начиная со старшего звена и заканчивая рядовыми. Шестое качество. Умение подать себя и общаться. Идеальный руководитель должен обладать даром убеждения и умением преподнести себя и свои идеи. Интеллектуальной способностью общаться с самым широким кругом заинтересованных лиц. Лучший соискатель должен быть готов работать в совете директоров. Руководители высшего звена должны поддерживать и хорошие отношения за пределами компании. Умение подать себя превратилось в ключ к успеху. Менеджеры высшего звена должны быть восприимчивы к новой информации и уметь ее анализировать. Седмое качество. Управление изменениями. Повышается спрос на способность управлять изменениями. Руководитель обязан быть агентом перемен. Он должен быть настроен на постоянное усовершенствование, постоянное выстраивание связей, налаживание процессов, совершенствование коммерческих отношений, увеличение доли рынка, развитие лидерства. Компания, которой нужен творец перемен, зачастую предпочитает человека со стороны, поскольку он привнесет новые навыки и новые мировоззрения. Восьмое качество. Честность. Личная честность, соблюдение этических норм стали намного важнее. Ведь информация стала распространяться намного быстрее. Организации проверяют приемлемость кандидатов на руководящие посты с точки зрения инвесторов, законодателей и государственных органов. Сейчас важнее быть командным игроком, сыграться с другими в коллективе. Следующее качество. Аккуратность. Это свойство личности, значимое для продавца. Приятный внешний вид указывает на моральную чистоплотность человека, которая влияет на процесс продаж. Специалист такого ранга должен быть опрятным. Грамотность и правильная речь. Встречаются претенденты на вакансию продажника, который делает ошибку даже в собственном резюме. Некоторые не могут даже заявление написать. Пробелы в образовании могут оттолкнуть клиента. Грамотная речь часто мотивирует людей покупки. Следующее качество, значит, амбициозность. Хорошим продавцам нужны амбиции, чтобы ввести их к достижению целей, стремлению к успеху. Добросовестность в работе. Кажется, амбициозность никак не уживается исполнительностью. Однако это заблуждение. Не стоит путать важные черты характера с услуживостью. Ведь продавец прежде всего исполнитель. Он должен понимать, что его приняли в компании не для воплощения чистолюбивых планов, а для выполнения поставленных задач. Упорство. Только настойчивость поможет преодолевать преграды и решать сложные вопросы. Такие качества менеджера отдела продаж, как стойкость и неутомимость, не позволяют признавать неудачи результатом. Упорство заставляет продавца искать эффективные пути для выполнения своих задач. Креативность. Те, кто считает творческие способности достоинством лишь дизайнера, а не продажника, сильно ошибаются. Хороший специалист должен проявлять изобретательность и принимать оригинальные решения. Потому что в торговле сейчас приходится творить, чтобы достойно выйти из проблемной ситуации и достичь успеха. Следующее качество. Коммуникабельность. Сегодня очень важно устанавливать хорошие взаимоотношения с людьми и получать от них контакты. Полезные связи помогают нам решать проблемы во многих сферах. Продавая свой товар, менеджер строит положительные отношения с клиентом. Для этого ему нужны общительность и вежливость. Цель каждого продажника – донести свои задумки до заказчика. Поэтому в основные качества менеджера по продажам должна входить высокая коммуникабельность. Следующее качество – хорошее воображение. Продавец должен иметь богатое воображение, обрисовать его проблему и предложить ее решение. Бессмысленно тратить деньги, увеличивая рекламные бюджеты, если отдел продаж не отрабатывает должным образом заявки и попросту их сливает. Это то же самое, что пытаться налить воду в дырявое ведро. Вы можете бесконечно наполнять отдел, тратить деньги на маркетинг и упаковку продукта. Но если у вас не отдел продаж, а отдел сбытчиков или кассиров, то они все равно будут терять заявки. Вы будете думать, что надо увеличивать бюджет в маркетинге, еще и еще тратить вместо 2-4 миллиона. До тех пор, пока есть дырка в ведре, бессмысленно лить в него воду. Перед тем, как вы соберетесь наливать куда-либо воду, не забывайте проверять, есть там дырка или нет. Это позволит в несколько раз увеличить выручку компании. Устраните ошибки ваших менеджеров в продаж, чтобы они закрывали 7 сделок из 10. Следующее качество – умение сопереживать. Чтобы стать успешным менеджером, нужно научиться понимать позицию собеседника и ставить себя на его место. Энтузиазм, работа продавца похожа на качели – вверх-вниз. Есть продажи – нет продаж, поэтому ему необходимо твердо верить в свой успех. Питать надежду на удачу. Не терять бодрость и духа. Смотреть в будущее с оптимизмом. Главные качества топ-менеджера – профессионализм, компетентность и интеллект. Значит, основные качества успешного руководителя – это видение ситуации с разных точек зрения. Гибкость, способность одновременно решать несколько проблем. Умение сохранять устойчивость и спокойствие в условиях неопределенной ситуации. Хорошо развитая интуиция и высокая степень восприимчивости. Готовность взять на себя управление. Спасибо за внимание.